На протяжении всего моего служения я был поглощен двумя вопросами. Первый — это Господь Иисус Христос. Второй — Израиль. Израиль нуждается в своем брате Ишуа. Я продолжаю рассматривать себя в качестве брата моего еврейского народа, после того, как мой брат Ишуа нашел меня в Иерусалиме. Йосиф Рабинович. Когда мы говорим о Израиле, то, безусловно, мы вспоминаем Теодора Герцеля. Теодор Герцель — это ключевая фигура, знаковая фигура еврейской истории. Он был катализатором движения, которое впоследствии назовут себя низким движением. То есть в то время уже были люди, которые мечтали о том, что должно быть восстановлено государство Израиль. Что евреи должны иметь свой национальный очаг. И они мечтали, они молились, они что-то пытались сделать. Но именно Герцель, он стал человеком, вокруг которого сплотились эти люди. Его небольшая брошюра «Еврейское государство» просто изменила ход истории. Евреи просто начали понимать, осознавать необходимость своего государства. Стали образовываться определенные партии, начали образовываться определенные какие-то общества. И то же самое произошло с Йосифом Рабиновичем. Мы называем, можно его назвать Теодором Герцелем мессианского движения. То есть мы знаем, что и до Рабиновича уже были какие-то служения, были мессианские, были мессианские, еврейские, христианские служения, были миссии, через которых проповедовалась Евангелие. Но было одно небольшое, существенное отличие. Каждая миссия принадлежала определенной церкви. Лютеранская миссия Израиля или, скажем, англиканская церковь. То есть каждая миссия имела определенную церковную структуру. И, конечно, евреи, которые приходили в эти миссии, они приходили в еврейские, христианские эти сообщества, они становились впоследствии частью церквей, в которых они находились. Но мы уже можем посмотреть, что мы в будущем будем говорить о Теодоре Лаке, который в это время уже был на Западной Украине, в Галиции, Галичине. И он уже там начинал движение, которое впоследствии вырастет, большое движение евреев, христиан, миссианских евреев, которые были в синагогах, но продолжали верить в Ешуа. Мы можем потом увидеть дальнейшие какие-то движения того же Розенберга, о котором мы будем говорить впоследствии. Но, вы знаете, Иосиф Рабинович был уникален тем, что он хотел приблизить Ешуа в еврейский дом. То есть он говорил Ешуа Ахину, Ешуа наш брат. Он говорил о том, что Ешуа это не просто бог неевреев, это не только чужой какой-то непонятный, православный, католический, протестантский бог, но это Ешуа, это брат Израиля. И вот то же самое, что потом делал Теодор Лаки, он хотел вернуть Ешуа в синагогу. То, что делал Линхенштейн, который раскрывал Ешуа в его славе как царя иудейского. И Рабинович является одним из, так сказать, ключевых фигур этого движения. Ведь благодаря ему многие аспекты мессианской современной жизни стали такими, какими они есть. Он отстаивал право евреев на еврейский образ жизни, еврейский библейский образ жизни. Он отстаивал нас на том, что должны быть независимые еврейские, мессианские, еврейские христианские общины, в которых евреи, верующие в Мессию, могут поклоняться и славить Бога по-еврейски, в еврейской традиции. И вы знаете, у него получилось. Но к этому мы пойдем дальше. А вначале давайте мы продолжим наш, начнем наше путешествие. Итак, Иосиф Рабинович родился в 1837 году в Бессарабском местечке Резина, расположенном на правом берегу Днестра. Это ныне сейчас это Молдова. И его отец, купец третьей гильдии Дувид Фромич Рабинович, был внуком аргиевского равина Вольфа Рабиновича. Мать, Эстер Сура Нутовна Рабинович, происходила из резинской хасидской семьи. Смотрите, это очень, почему я делаю ударения такие, он родился в еврейской семье, он был потомком равина. И понятно, что родители хотели сделать из него равина, они хотели воспитать его равином, они хотели, чтобы он стал продолжателем этой традиции. Потому что в еврейском обществе того времени было довольно тяжелое время. Почему? Потому что евреи Российской империи, они были ограничены. Они были ограничены в правах, они были ограничены в каких-то... То есть они могли делать порой то, что могут делать жители, вот именно, как это называется, граждане страны. Смотрите, была сделана такая... То есть если мы коснемся истории, то евреям до Петра Первого вообще на Руси жить было запрещено под страхом смертной казни. Чуть-чуть было легкое послабление во времена Петра, Екатерины. Но в будущем всегда как бы старались евреев не допускать на территорию Российской империи. Но после того, как к России были присоединены определенные территории, территории государства Польши, королевства Польши и, скажем, прибалтийские какие-то страны, курлянские страны, то там жили евреи, и они стали частью государства России. И поэтому была сделана такая черта оседлости, так называемая черта оседлости, определенные города, местечки, где могли жить евреи. То есть это было с севера, так, скажем, от Белоруссии вниз до Одессы. Она включала в себя и Киев, она включала в себя правобережную Украину, и левобережную Украину. То есть были определенные запреты. Смотрите, в 1882 году вышли временные правила, которые касались населения евреев, которые касались евреев, и им запрещалось, например, селиться в сельской местности, приобретать недвижимое имущество вне других городков или селений, где они жили. Они не могли выезжать из этих городов и селений без разрешения. То есть они могли путешествовать внутри черты оседлости, но не могли ехать в другие города. Там, например, Москва, большие города, где они могли бы заработать денег. То есть им было запрещено заниматься сельским хозяйством, торговать воскресенья и христианские праздники. То есть смотрите, как получается. То есть они были ограничены по многому. Им запрещалось, например, многим из них запрещалось учиться в школах, в гимназиях. Была определенная квота в университетах, например, 10 евреев на год могли только принять. И поэтому, то есть это были ограничения. И евреи, конечно, были очень тяжелые. И они жили в этих маленьких городках. Это была очень тесная скупченность народа. Это была нищета. Это был голод. И все, что могли, конечно, делать там евреи, они учили Тору. Они занимались Торой. Они любили Тору. Они учили Гемару, Мишну. Они развивались в этом. Они оттачивали свое мышление. И, конечно, быть раввином в таком обществе было престижно. Поэтому родители Рабиновича, они хотели, чтобы он стал раввином. Итак, смотрите. В раннем детстве, после смерти матери, Иосиф Рабинович поселился с отцом в Машковцах. В доме своего дета по материнской линии Рабинуты. Ученика Хасидского цадика. Раби Янкл Шмешин из Шепетовки. Смотрите. Еще раз видите. Рабинут, ученик хасидского цадика. В доме деда он получил религиозное воспитание, изучая Мишну, Гемару, комментарии Раши. И как дед стал хасидом Рашковского Раби. Раби Земы, Залмина и Иосифовича Рашкевера. Итак, смотрите. Мы говорили уже с вами о том, что была черта оседлости. И я коснусь немножко иудаизма. В то время было несколько течений уже иудаизм. Как мы говорим, мы думаем, что иудаизм порой это такая монолитная религия, это монолитная вера. На самом деле нет. Оно имеет разные составные. В то время уже был реформаторский иудаизм. То есть это иудаизм евреев. В основном это была Германия, Венгрия, Австрия, вот туда, более там, скажем, Франция, цивилизованные страны. И они делали что? Они хотели рассматривать Тору, рассматривать еврею, иудаизм на уровне современной науки. Они говорили, что многие заповеди, они уже просто не актуальны. Они просто, ну, это древность. И можно подняться на новый уровень иудаизма, изучая философию, изучая науки. И мы смотрим дальше. Было другое течение. Были караимы. То есть караимы — это были евреи, которые полностью отвергли Талмуд. И они основывались только на Торе, на Танахе. И они просто считали, что Талмуд — это ересь. Был ортодоксальный иудаизм. Он как бы был более распространен. Это была вера, то есть это была еврейская вера, еврейские обычаи, традиции, Талмуд. Мишна, Гемара. Все как положено, вот именно как принято считать. И были основные своды правил, которые надо было исполнять. Было 13 заповедей Маймонида. И были хасиды. Хасиды — это такое течение. Они буквально переводятся как праведник, неправедник. Или благочестивый, праведный, справедливый. И они учили хасидиус, учение праведности. Что такое... То есть, смотрите, в то время уже реформаторский иудаизм — это была реакция на омертвление традиционного иудаизма. Многие евреи понимали, что нужна жизнь. Они хотели отношений с Богом. Они искали Бога. Они понимали, что народ книги, он не может быть просто народом... Знаете, как бы иудаизм превращался в алгебру, скажем так. Строгое учение со строгими какими-то канонами, которые нельзя переступить, которые нельзя уйти. Они понимали, что изучая, читая Писание, они понимали, что у Израиля было вот это время единения с Богом. Когда вот это восхищенное отношение с Богом. И они искали Бога. И вот ответом на такой реакции на омертвление иудаизма традиционного, на, скажем, его окостенение стал хасидизм. Бал Шемтов, который тоже, кстати, начал свое движение Украина, Польша. И вот он говорил о простоте. Он говорил, что каждый еврей, независимо от своей учености, он может приблизиться к Богу. Он говорил о том, что не сухая буква, но радость, такое экстатическое единство с Творцом, которое может достигнуться через радость, изучение Писания, через помощь ближнему. Он говорил, что не просто знание ради знания, но знание ради постижения. То, что мы говорили, я знаю, евреи учились для того, чтобы познавать Бога. И вот он говорил, это не просто для того, чтобы знать, а для того, чтобы постигнуть. И там существовало целое учение. Там было смешано с кабалой, конечно, практической кабалой. Но само движение, оно было интересно тем, что действительно люди начинали искать Бога в молитвах. Они начали петь, танцевать. То, что, ну, как бы разрушало образ, разрушало образ, скажем, мудрого еврея тех времен, который весь день должен был проводить над Талмудом, над Мишиной, учить, размышлять, комментировать. То есть они говорили, Бога можно славить в повседневной жизни, Бога можно славить во всем, что ты делаешь. И когда у раби Балшимтова были ученики, и когда он умер, они распространились вот по черте оседлости, Польша, Украина. И именно там возникли основные очаги вот этого хасидского движения. И, как бы, получается, в каждом городе был свой ребе, свой цадик. И это тоже одно из отличительных черт хасидизма, что у цадика, у верховного, скажем, руководителя есть четкое понимание, как идти за Богом, как вести к Богу. И у него были ученики, которых он учил, хасиды. То есть это были, как бы, дворы такие, так называемые дворы. То есть был цадик во главе этого двора, который учил, который преподавал Тору, который преподавал жизнь, как бы, решал какие-то жизненные вопросы. И вокруг него были ученики, жители этого местечка. Так было, например, в Любавичах движение, которое сейчас известно как Хаббат. Также была история в Братслове, Братсловские хасиды сегодня мы знаем. И вот, хорошо, мы оставим сейчас хасидов. Мы посмотрим, что, то есть, Рабинович рос в этой среде. В среде тех, кто ищет Бога, в среде тех, кто жаждет вот именно этих отношений с ним. То есть, и вот, смотрите, проходит время, и в 11 лет они переезжают в другой город, в Аргеев, и он начинает учиться у нового учителя, и он очень вплотную сталкивается с Кабалой. То есть это такое еврейское мистическое учение, которое основывается на том, что существует Бог, он вершина, существует множество миров, и наша душа, она находится внизу этих миров. И мы как бы путешествуем из мира в мир, постигая святость к единению с Творцом. И в этом, ну то есть, и там существовали определенные гематера, то есть они брали буквы, переставляли, чтобы узнать тайное значение, ну как бы тайные какие-то, то, что написано, сокрыто в Писании. Ну, то есть, ну на самом деле, я просто вам не советую увлекаться Кабалой, потому что на самом деле это одна из областей практической магии. Конечно, она звучит по-еврейски, все очень интересно, но не все еврейское и еврейское. Она основывалась на книге «Загар», написанной в XVI веке. И, ну, что-то, конечно, есть такие какие-то проблески, ну, например, в книге «Загар» рассматривается три единства Бога, множественность Бога, три единства. Там рассматривается сын, отец и шихина или ветер святости, руаха кодыш. Но, опять же, давайте мы будем придерживаться нашего сегодняшнего учения. Итак, Иосиф Рабинович воспитывался разнопланово, то есть он прикоснулся к разным островкам еврейского движения, еврейского течения, от, скажем, сухости Талмуда до глубины мистицизма. Ну, хотя и Талмуд тоже книга не очень-то сухая, просто мышление, другое мышление, вы понимаете? Итак, смотрите, проходит время, через пять лет, опять же, мы говорили о том, что в Западной Европе уже движение реформаторского иудаизма, и тогда же начинается движение Хаскалы, движение просвещения. То есть эти евреи считали, что все проблемы евреев только в том, что они необразованные люди, что евреям нужно знание, и имея знание, они тогда просто выйдут из этой нищеты, и все народы примут их в свою среду. Ну, и для этого евреям надо учиться и не бояться светской литературы. Опять же, если мы посмотрим на хасидские дворы, на хасидов, то у них не приветствовалось чтение светской литературы, то есть это считалось отходом от правильного движения, от правильного учения. И чтобы просто поставить точку на хасидизме и иудаизме тех времен, и реформаторский иудаизм, хасидизм, они были гонимы в свое время традиционным иудаизмом. На хасидов был объявлен херем, то есть отречение от синагоги. Реформаторских евреев тоже отвергали от синагоги и хасиды, и традиционные евреи, традиционалисты, скажем так. И поэтому караимов вообще не воспринимали как евреев, потому что они отвергали талмуд. Поэтому если посмотреть на иудаизм тех времен, это было очень интересное движение. Кроме того, опять же мы говорили, сионизм начался, это вообще евреи, которые были, часть евреев, которые были агностиками, атеистами. И, конечно, там существовал и религиозный иудаизм, ой, сионизм. Но это тоже интересная тема, мы, может, в будущем поговорим об этом. То есть и в это же время вот это движение Хаскалы, движение просвещения. Он начал увлекаться чтением светской литературы, он читал романы. И после этого в его жизнь вошел что? Да, в его жизнь вошел Новый Завет. И в будущем, опять же, мы увидим, что Новый Завет оказал на многих верующих евреев неоценимый вклад. То есть все начиналось с Нового Завета. То есть до определенного времени эта книга была запрещена. Запрещена вообще в еврейской среде. Книга о Таот повешенном, а книга о Ишу, как его называли, да будет проклято и сглажено его имя. То есть Ишу это было проклятие. Потому что последователи его убивали евреев на протяжении двух тысяч лет. И была даже такая книга, она называлась Таотот Ишу, в которой описывались приключения Ишу, который был сыном незаконорожденным, сыном римского религионера Бан Пандоры и его еврейской мамы Мирьям. И он совершал всякие там вещи, он был колдуном, он пробрался в святое святых, выкрал святое имя Бога с помощью его делу чудеса. И в конечном итоге мудрецы закона, в общем, поразили его. Ну, вы понимаете, то есть и учили вообще, что эта книга учит ненависти к евреям, что эта книга влаживает в христиан ненависть к евреям. Поэтому Новый Завет была запретная книга для еврейского мира. Но вы понимаете, что всегда запретный пот сладок. И вот в руки Рабиновича попала эта книга. То есть его приятель Гершмейрович Гершисон подарил ему, подарил ему изданный в Лондоне и привезенный из Кишинева, древний еврейский перевод Нового Завета. То есть это был перевод на идыш. И когда Рабинович начал его читать, то есть что-то с ним произошло. То есть он вдруг увидел какие-то моменты, что, ну, я не знаю, что это. Он даже не пишет, но он говорит, он отставляет вот это изучение кабала, мистицизм, уединяется в доме своего отца и посвящает себя изучению еврейской философии. В первую очередь маймонида. То есть он увидел в Ешуа незаслуженно отброшенного учителя, праведности, человека глубокой морали. То есть он еще не воспринимал его как Мессию, как Господа, как Бога. Он просто увидел, то есть свет Евангелия начал проникать в его сердце. И смотрите, он женился в 1856 году. Он женился и опять вернулся в этот год Аргеев. И поселился в доме своего тестя Даниила Эльвича Гольденберга. И получил в приданые 500 рублей, открыл небольшую лавочку, ну, торговлю. То есть вы помните, да? Они могли или работать какими-то мастеровыми, или заниматься мелкой торговлей, или крупной торговлей. Потому что просто в другом были ограничения. Итак, смотрите, что происходит. Он возвращается в этот город и опять встречается с этим приятелем, который, кстати, был его родственником, так как он был мужем его сестры. Сестра потом умерла. Гершем Мейерычем Кершенсоном. Теперь, опять же, вы заметили, что я немножко отступаю иногда по теме. Но надеюсь, эти отступления полезны для вас. Итак, Герш Мейерыч Гершензон. В 1850 году он впервые заинтересовался христианским вероучением. Он собрал вокруг себя группу для изучения Нового Завета. В 1885 году он крестил себя и несколько своих последователей в реке у города Яс. Он пытался создать еврейскую христианскую общину, но неудачно. Под псевдонимом Лимхенштейн в будущем он работал в Институте Иудаики. Город Лейпциг, Германия, который возглавлял Франц Дилищ. Кстати, Франц Дилищ, Институт Иудаики – это очень интересное место, потому что там учились евреи, верующие в Христа, которые впоследствии начинали свое служение в других миссиях. И он оказал очень сильное влияние на того же Теодора Лаки, о котором мы будем говорить в будущем. Потому что именно ученики, выпускники этого Лепцигского института помогали ему в служении на Западной Украине. Он оказал очень сильное влияние на Рабиновича, потому что он поддержал его, когда был конфликт у Рабиновича с Фалтиным. Он оказал очень сильное влияние на Лимхенштейна, которого он также поддерживал, потому что именно его книги, его лекции были изучаемы в этом Лепцигском институте Иудаики. Итак, в будущем он работал в этом институте и учил этих людей, он влаживал в них, он был хорошим знатоком Торы, он был хорошим мудрецом Торы, как сказать. Он является автором комментариев книгам Нового Завета, в которых рассматривается текст Писания с еврейской точки зрения. Эти комментарии переведены и изданы издательством «Ваня Давид», «Вино Давида». И мы надеемся, что вскоре они будут переведены на русский язык, и мы тоже сможем увидеть глубину вот этой еврейской мысли. Итак, смотрите. Итак, продолжим. То есть он продолжает общение с этим человеком, то есть мы видим, что он уже был верующим, и происходит пожар в этом городе, и Рабинович, он просто теряет все, что у него было, остается без средств к существованию. Но мы помним, что он как бы увлекался, он был подготовлен в юриспиденции, то есть он был юристом. То есть когда он учился, вот этот период, когда он отошел от хасистского мистицизма, он учился. Он учился на юриста, он получил образование, советское образование юриста, и он начал практику. И начал эту практику, юридическую практику, давая советы евреям. То есть это было хорошее подспорье, потому что в то время грамотных людей было не так уже и много, особенно евреев, которых не считали христиане, многие христиане за людей. И вот он в еврейской среде, он был юристом, и он начал писать в газеты, и его публиковали в первой еврейской газете вообще Российской империи, юга Российской империи, которая называлась Хамелец. После этого, то есть он, то есть вы понимаете, да, опять же, я показываю разноплановость этого человека. Мы еще будем подходить к его дальнейшему служению. Но самое важное надо было понять, в какое время он существовал, в какой среде он существовал, что он делал в этой среде, как его принимали, кем он был для евреев этого города. Вы понимаете, это был человек, внук раввина, воспитанный в ортодоксальной традиции. Он был потом юристом, то есть грамотный человек, человек, который печатался в газете, то есть популярная личность. Его знали, его уважали, его ценили. Он переехал в Одессу из этого местечка, в котором он был, и продолжил там свою просветительскую деятельность. Но после еврейских погромов, которые он застал, его отношение к просвещению изменилось. Он вдруг понял, что для евреев, евреи всегда будут оставаться евреями для населения страны, в которой они живут. И антисемитская политика, она будет показывать на этих евреев, она будет вынуждать этих христиан нападать на евреев. И поэтому евреи нуждаются в своем государстве. И вот он вернулся в Тишинев, начал там торговлю, оптовую торговлю чаем и сахаром, разбогател. И, ну, опять же, мы говорили, что он разбогател, и он открыл, кстати, вот, чтобы вы поняли еще его, глубину его, он открыл бесплатную Талмутору, в которой он просто евреи, еврейские мальчики, юноши, которые не имели денег, средств для существования, могли жить, учиться, получать вот это развитие в своем познании Талмуда, в познании Писания. Они открыли кассу взаимопомощи для еврейской бедноты, то есть, куда могли прийти евреи взять какую-то суду, например, на что-то, на какой-то бизнес, на какую-то поездку, наверное, я не знаю, там, для лечения. То есть, он был, видите, он был разноплановым социальным работником. И вот тогда он загорелся, вот, идея, о чем мы говорили, сионизма. Он понял, что евреи нуждаются в своем государстве. При этом он продолжал, вероятно, читать Новый Завет, об этом ничего не говорится. Но в начале 1880-х годов он решил поехать, он не то что решил, была такая у них небольшая группа евреев, их называли палестинофилы, то есть любители Палестины. И они решили основать в Палестине земледельческую такую колонию, в которой евреи, которые, ну, захотят, смогут приехать, жить там, развиваться, кормиться с этой земли. И вот он поехал в Палестину, чтобы увидеть, что же происходит там, чтобы научиться, чтобы увидеть, что происходит там, найти землю и решить вопрос, начать решать вопрос вот именно в новом желании, в новой мечте создания вот этого, создания вот этого поселения. Когда он куда приехал, он, конечно, был в ужасе, потому что он не ожидал такого. То есть у нас, знаете, есть представление об Израиле. Израиль — это земля, текущая молоком и медом. Да, это сейчас вложено много жизней, много усилий, но в те далекие времена это было немножко по-другому. В те далекие времена это была земля, просто пустыня, болото малярийное. То есть вся плодородная земля практически была в руках у арабских шейхов. А то, что было, это были маленькие участки, на которых, ну, просто евреям опять же нельзя было работать. И они жили в основном за счет пожертвований, пожертвований и ремесел, пожертвований еврейских общин Европы. И когда он увидел то, что там происходит, конечно, он был очень, ну, расстроен. Вы знаете, даже сейчас я хочу вам сказать, что иногда мы смотрим на многие верующие христиане, многие верующие мессианские евреи. Мы смотрим на Израиль, как, знаете, на что-то такое. Израиль, большая картинка. Мы видим красивые картинки, мы видим фильмы, мы видим фотографии. И это красиво, это очень интересно, это действительно замечательно. Но поживите там. Узнайте, чем живет этот народ. Вы знаете, когда, например, Тель-Авив, хоум весны, это первый город в Израиле, который был построен и хауцим, пионерами, сионистами, которые вернулись в Израиль. Вы знаете, это город, столица мирового гомосексуализма, к сожалению. И многие христиане возмущаются, они говорят, как ты смеешь, нельзя. Но это говорит только об одном, что Израиль – это страна, в которой живут люди. И эти люди нуждаются в Ешуа. И если нету Ешуа, ну, наши представления, наши сказки, они порой разбиваются, а просто суровую реальность, суровую реальность, что происходит в стране. Так же самое произошло с Рабиновичем. Он был очень поражен. То есть он ехал туда, ожидая увидеть леса, он ожидал увидеть что-то такое прекрасное. А когда он приехал, он увидел бедные кварталы, в которых ютились полугнищие евреи, живущие на подачке, просто на подачке еврейских общин с Европы. И вот там, вероятно, с ним произошло то, что изменило его жизнь и в дальнейшем ход истории и вообще еврейского мессианского движения. Я зачитаю. Это произошло в тот момент, когда я стоял на Елеонской горе. Князь жизни, Господь Иисус Христос, явил Себя мне в качестве Божественного Мессии. И когда я спустился с горы, я почувствовал, что моя душа возродилась к новой жизни. И я познал, что у меня есть живой Бог, живая книга и живой народ. «С тех пор я глубоко убежден, что наш Бог не Бог мертвых, но Бог живых, ибо у него все живы». Лука, 20 глава, 38 стих. То есть он пережил обращение. В то время, когда он находился в Иерусалиме на Елеонской горе, по одной из версий он читал там Новый Завет, по другой он просто там стоял и молился. Ему явился Ишуа, ему явился Господь, и он осознал, что ответ на еврейский вопрос, ключи от Израиля, находятся в руках Ешуа Ахину, нашего брата. В Бессарабию, в Кишинев, он вернулся уже с идеей создания национальной иудеи-христианской религиозной общины. То есть он понимал, что евреи-христиане, евреи, верующие в Мессию, они должны объединяться, они должны иметь какое-то общее ядро. И что же говорит он дальше? Я вернулся домой в Россию новым человеком. Я начал свидетельствовать о том, что нашел перед моими братьями и соседями в надежде, что они обретут ту жизнь, которую обрел я. В то время у меня не было представления, что именно происходило в христианских церквях. Поэтому я не чувствовал необходимости в получении каких-либо указаний с их стороны. У меня же было указание, данное Верховным Учителем, самим Иисусом Христом. «Несмотря на это, я относился к церкви с дружеским уважением, как маленький мальчик, называющий каждого знакомого мужчину дядей. Но когда я видел вокруг себя далеко не одного дядю, я чувствовал, что больше нуждаюсь в братьях, чем в дядях. Ибо по мере того, как я возрастал в Господе Иисусе, я жаждал не только руководства дяди, сколько братского понимания в любви. Особенно во время, когда те, которые были моими братьями по происхождению, покинули и изгнали меня. Иосиф Рабинович, 1896 год, миссионерская поездка в Шотландии». Он вернулся в Кишинев, и он начал искать одномышленников, единомышленников. В то время в Кишиневе была лютеранская миссия для евреев, которую возглавлял пастор Фалтин. И, кстати, он очень был такой интересный человек, потому что он был из Лепсисского университета, то есть он был выпускником этого университета. И он посвятил очень много действительно своей жизни на проповедь Евангелия, на проповедь Богою вести. Но вы как понимаете, что мы уже говорили об этом, что эта миссия была лютеранская, и евреи, приходящие в эту миссию, они становились лютеранами. И оставляли свою еврейскую... То есть они оставляли свой еврейский образ жизни. Но, конечно, когда они встретились с Рабиновичем, они начали общаться с Рабиновичем, Фалтин был очень восхищен, потому что человек такого уровня, юрист, председатель общества вот этого сионистского. И для него это, конечно, был очень-очень сильный ответ. Он пришел к нему, и они начали совместную работу, они начали вместе работать. Ну, вот видите, то, что говорил Рабинович, он говорил, я не понимал, что происходило в церквях, и для этого любая церковь для меня была моим как дядей. Ну, дяди, знаете, они любят поучать. И, к сожалению, в будущем мы увидим, что между Фалтином и Рабиновичем был конфликт. Был конфликт, потому что Фалтин ожидал, что Рабинович войдет под его условиями в церковь, но Рабинович желал другого. Рабинович хотел независимую еврейскую церковь, христианскую церковь, в которой евреи, верующие в Ишуа, они могут просто поклоняться в еврейском образе поклонения. Хорошо, смотрим дальше. То есть они уже встретились, они начали проводить какие-то первые служения. Рабинович выпустил в 1883 году, Рабинович выпустил на древнееврейском языке, «Катахезис», то есть краткое такое сборник нового учения, 12 тезисов веры по аналогии с принципами веры Маймонида, в котором признавались основные догматы христианства в сочетании с отдельными традиционными еврейскими обрядами. То есть он оставлял право за евреями и христианами обрезания, как завет Авраама, он оставлял за евреями право праздновать еврейские библейские праздники и субботу. И он говорил о том, что книги Талмуд, скажем, Мишна, Гемара, это не богодухновенные книги, но книги учительские, в которых есть полезный материал, в которых можно найти что-то интересное. И он признавал, конечно, единство Старого и Нового Завета, и он говорил о единой книге, и о том, что евреи, принимая Ишуа, они остаются евреями. Хорошо. Смотрите, с этого момента он начинает, то есть начинают проходить первые собрания, проходить первые служения, они провели первое субботнее служение, и он подал прошение об разрешении открыть евреях христианскую общину. И вы знаете, самое интересное, и это действительно великая Божья милость, они получили такое разрешение. Иосиф Давидович Рабинович стал начинателем первой еврейской христианской общины. Иудеи, то есть в то время их еще называли иудеи-христиане, но, послушайте, он открыл первую общину, первую общину, которая была официально зарегистрирована. Почему это было важно? Потому что, помните, да, лютеранские церкви имели право делать, ну, как бы, какую-то работу среди евреев проводить. И то же самое было теперь разрешено и Рабиновичу. Он мог проводить богослужения, он мог проводить определенные обряды, то есть, ну, единственное, что ему запретили, это делать крещение, и ему запретили делать причастие. Но это был временный, как бы, первый этап. То, что ему разрешили уже основать саму общину верующих евреев-христиан, это был большой прорыв. То есть, это было действительно, это было государство еврейское Теодора Герцеля, понимаете, то, что объединяло евреев. И в будущем приехал вот этот Франц Дилич из Института Иудаики, и Уилкинсон из миссии Милдмей для евреев. И эта миссия, кстати, в дальнейшем, опять же, отходя от темы, она поможет, станет, как бы, ну, из этой миссии, скажем, вышли тот же Розенберг, который в миссианскую общину в Одессе начал. Тот же Петр Городич, который в Киеве в 1917 году ввел общину. Тот же Петр Смолер, который в Днепре ввел, в Днепропетровске ввел миссианскую общину. То есть, это была община, вот именно эта община была вне дименационной. И поэтому ее сотрудники, они могли двигаться немножко в свободе. То есть, если они видели, что нужна необходимость, есть необходимость создания общины, они могли это делать. что именно общины свободны, независимы от церкви, которой эта община могла принадлежать. Так, у нас еще есть немножко времени. Итак, в 1884 году, 24 декабря, с разрешением Министерства внутренних дел, при поддержке евангельского пастора-миссионера Рудольфа Фаутина, Рабинович открыл в Кишиневе иудеи-христианский молитвенный дом собрания израильтян Нового Завета, служба, которая велась на Идыш. Я зачитаю вам некоторые, несколько впечатлений одного журналиста, который побывал в этом молитвенном доме. Храм, построенный в каком-то особенном оригинальном стиле, со вкусом и без всяких затейливых украшений, уже своим одним видом производит приятное впечатление и служит прекрасной эмблемой своего назначения. В смысле сочетания библейской простоты и христианского величия. На фасаде между двумя выступами красуется золотыми буквами на древнеерийском и русском языках следующая надпись. «Итак, твердо знай весь дом Израиль, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Зал весьма просторный и вместительный, вмещаясь в себе до двухсот человек, для которых по обеим сторонам построены удобные сидения. Места расположены таким образом, что как раз против них устроен Аарон Кадеш, над которым сверху изображены на древнееврейском языке десять заповедей, а по бокам со стороны, с одной стороны молитва «Отче наш», а с другой символ веры израильтян Нового Завета. На аналоге хранится в маленьком изящном кепоте Библия, состоящем из ветковой Нового Завета. Немного поодаль от аналога с правой стороны несколько ступенек ведут к кафедре, по которой по субботам и главным христианским праздникам произносятся проповеди. Израильтяне Нового Завета в Кишиневе. Лернер, март 1893 год. Итак, смотрите. Было построено здание. Община имела свое здание. В будущем они будут иметь свою землю для еврейского кладбища. Но это чуть-чуть позже. Итак, Рабинович составил определенный распорядок антарской... Вы знаете, что в синагогах существует порядок молитв. Есть книга, которая называется «Сидур». И в этом «Сидуре» есть список порядок молитв. То есть утренняя служба, дневная служба, вечерняя служба. То есть это шахарит, маариф. И получается, что евреи, например, приходят в синагогу, открывают утренняя молитва. И начинается свод молитв. Они читают эти молитвы. Да, они влажат в них свое сердце. Но существует определенный порядок. И чтобы это было привычно для многих евреев, это было очень привычно. И поэтому он составил мессианский Сидур. То есть субботний служб. То есть в котором были как еврейские, так и христианские моменты. То есть получается, что еврей, приходящий в это собрание, он попадал в свой дом. Смотрите, он заходил, он видел Аарон Кадеш. То есть это такая тумба, в которой лежит Тора. Это такое хранилище, так называемое, хранилище святое Аарона. В ней лежала Тора, святок Торы. Рядом стояла бима, то есть возвышенное место, на которое выходил могид и читал проповедь. То есть они чувствовали себя, как в синагоге. Они чувствовали себя, как в родном доме. И, кстати, откип они там не носили. И вот, получается, они приходят, им дают вот эти Сидуры. Вы понимаете, да? То есть, которые написаны на ивриде, для евреев это было родное место, это был родной дом. Для них это было очень важно. Вы должны понять, что в то время еврей, приходящий к Христу, переставал быть евреем. То есть ему говорили, тебе не нужно ничего еврейского, ты теперь христианин. И для многих евреев вот этот разрыв, это было очень тяжелое время, потому что, ну, вы понимаете, он переставал быть частью своего народа. Итак, смотрите, давайте мы посмотрим. И вот у Рудольфа Фалтина и Рабиновича возник конфликт. Вот именно на этой области. То есть Фалтин, он хотел, чтобы Рабинович стал лютеранином, и все его последователи стали лютеранами, но Рабинович говорил против. Итак, смотрите, что говорил Рабинович. Христиане знают, что я и израильтяне Нового Завета соблюдаем обрезание и субботу. Однажды мне задали вопрос, согрешает ли еврей-христианин, если он не делает обрезание у своего ребенка? Вот что я ответил. Он не согрешает, но тем самым отдаляет от своего народа. Если он не соблюдает субботу, то он не согрешает, но таким образом также отделяет себя от своего народа. Я не желаю отделяться от своего народа из-за национальных обычаев. Если они отделяют меня от моей веры в Ешуа Ахину, мне жаль, но тогда мне придется жить с этим. Я знаю, в кого уверовал. В Бога Израиля. В Бога Израиля. И Мессию Ешуа. Итак, риторич Иосифа Робиновича, которая называется Ешуа, наш брат и Господь. Теперь мы поговорим о крещении. Отвели. Существовала и существует до сегодняшнего дня проблема, которая вообще имеет историческое основание и, говорится, креститься во Христа. Знаете, в христианскую веру. То есть в России, в других странах крещение делало автоматически. Евреи становились принадлежать той церкви, в которой они крестились. В православии православными, у католиков католиками, у литеран лютеранами, у англикан англиканами. И получается, опять же, проблема была в том, что на протяжении двух тысяч лет евреев крестили насильно. То есть так было в Испании, так было в России, так было в других странах Европы. У них не было выбора, или смерть, или крещение. Кто-то выбирал смерть, кто-то выбирал крещение. Брали детей маленьких, насильственно их крестили. И поэтому вообще отношение евреев к крещению было крайне негативным. Крайне негативным. Потому что, ну, вы понимаете, это было связано с насильством. И еврей, который принимал крещение, конечно, становился изгоем. Он переставал быть частью Израиля. Но, опять же, в Писании мы понимаем, что оно говорит, что крещение нам необходимо. И это знак завета. Это не завет сам, но это знак завета. То есть это подтверждение нашего завета. То есть мы, когда мы исповедуем Иешуа, мы говорим, что мы веруем в него, мы уже заключаем завет. Ну, именно крещение, это то, что закрывает, как бы запечатывает наше решение. Мы говорим, все, наше решение принято. Итак, Фаутин требовал, он требовал, чтобы Рабинович крестился у Литеран в его церкви. Но Рабинович понимал, что если он это сделает, то его стремление построить независимую еврейскую христианскую общину, оно просто потерпит крах. И поэтому в 24 марта 1885 года в Берлине Рабинович принял водное крещение. При подготовке и проведении обряда было сделано все возможное, чтобы ни у кого не возникло мысли, что он прикнул какой-либо конкретной динаминации. Рабинович был крещен богема Литеранской церкви Вифлеем, методистским священником, профессором Мидом из американского города Андоувер, штат Массачусет. При его крещении был использован обряд, написанный им самим на иврите. То есть он сам написал обряд, как это должно происходить на иврите, чтобы в будущем использовать его при крещении израильтян Нового Завета. То есть вы видите, он составлял определенные, он уже составил Сидор, он составил символы веры, в дальнейшем он составит много интересных вещей, напишет интересных книг. Но на этом уровне я хочу вам показать, что это был человек-реформатор, это был человек уровня, ну если брать реформацию, Мартина Лютера, человек, который сделал свое заявление, который прибил свои тезисы. То есть он заявил всему христианскому миру. Евреи, верующие в Христа, остаются евреем. Еврей, который верит в Мессию Израиля, не должен приобщаться к ни к одной существующей церкви. Это братья, это дяди, но мы имеем право на существование, мы имеем право на рост, потому что первая апостольская церковь, она была еврейской церковью. Итак, он крестился, и это, конечно, вызвало разрыв в отношениях с Фалтиным. Но мы говорили уже о том, что Уилкинсон и вот этот из миссии Милмея евреи и доктор Франц Дивич, они поддержали его работу, и они в дальнейшем поддержали. Они были его защитниками в каких-то теологических диспутах. Они были теми, кто поддерживал духовно, морально и материально тоже. Итак, смотрите, отношение к Новому Завету. Я хочу, чтобы вы просто поняли для себя, что Новый Завет — это очень важная, очень важная, неотъемлемая часть мессианского движения. Мы строим свою веру на Писаниях. Вера от слышания, слышание, да? Ну, как вера от слышания, но как услышать, если они будут посланы? То есть мы оцениваем свою веру на Писании, написано. Ешо, он Адунай, он наш Господь, он наш брат Ешо, Ахину. Но откуда мы это берем? Из книг Нового Завета. Существует тенденция, ну, сейчас как бы люди говорят, а Новый Завет Тора. Послушайте, первые евреи-христиане тех времен, они говорили о единстве Торы и Нового Завета. Они делали упор на учение Нового Завета. Новый Завет — это книга, в которой мы видим Ешо, через которую Бог говорит нам о Сыне, через которую Бог подтверждает нам Новый Завет. И вот именно Рабинович, он, смотрите, он именно делал упор на Новый Завет. Он, да, он говорил и в субботу, он часто, вы знаете, в субботу он говорил какие-то проповеди, основанные на ветхозаветных недельных главах Торы. Но он раскрывал через Новый Завет. Так же самое в будущем, в общении Розенберга, в Одессе, с 1905 года, когда уже проводились открытые богослужения, когда было можно, потому что до 1905 года в России был запрет на открытую проповедь Евангелия на русском языке или на языке. То есть получалось, они тоже перед проповедью зачитывали недельную главу Торы. Но очень важное отношение к Писанию. И он говорил так, когда к нему приходит еврей, говорит, что мне делать, как мне вообще, по какому мне идти пути, я не знаю, что мне делать. Он говорит, начинай читать Новый Завет. Еврей приходил, говорил, я уже прочитал Новый Завет, все хорошо. Он говорит, нет, продолжай читать. И он говорит, знаете, как к больному. Приходит к доктору и говорит, я хочу, что мне делать, я хочу исцелиться, пей лекарства. О, я уже пью это лекарство. Он говорит, продолжай пей. Ну, есть немножко улучшения, продолжай пей. Продолжай, продолжай. Читайте Новый Завет. и вы достигнете желаемого результата. Мессианская община, знаете, увлекается порою, мы в мессианском движении увлекаемся традициями, праздниками, но нам нужно увлекаться первоисточником, Новым Заветом. Нам нужно, как Рабинович, читать этот Новый Завет, чтобы на Еленской горе явился Ишуа, чтобы, как Ицхах Оленхенштейну, об этом мы будем говорить на следующем уроке, когда он просто открыл Новый Завет, и он вдруг увидел, что эта книга полна любви, эта книга полна просто настоящего иудаизма. Как тот же самый Теодор Лаки, он сказал, что «я уверовал в настоящий иудаизм, в иудаизм Нового Завета». Итак, не оставляйте, это хороший урок для нас. И он продолжал, смотрите, Рабинович продолжал свое движение, свое служение, и с него смеялись. Его движение придавали такой критике постоянной, и еврейский, и нееврейский, пресса. Но просто понимаете, когда вы ничего не делаете, а вас молчат. То есть сидите себе и сидите, ходите себе на служение и ходите. Но как только вы начинаете что-то делать, сразу же начинается критика, сразу же начинается какое-то движение, сразу же вас начинают строить, сразу же с вами начинают вести какие-то разборки. То есть очень хорошо, когда вы ничего не делаете. Но будьте готовы, когда вы что-то начнете делать, критики, будьте готовы, что вас будут не принимать, что с вас будут, может где-то и смеяться. Но самое главное, мы должны, как говорил Павел, веру сохранить, течение совершить. Итак, Рабинович, несмотря на все вот эти нападки, он продолжал свою работу. Он продолжал свою работу, и в 1885 году Франц Дилич отмечает, то есть он написал в статье, что движение, начатое Рабиновичем, охватило не только Кишинев, но и другие города, среди которых он упоминает Батум, Елизавета Град, Бердичев, Житомир и Санкт-Петербург. Это утверждение частично подтверждается статьей, опубликованной в 1885 году в еврейском журнале «Хамагид», то есть рассказчик, в котором прозвучало предупреждение против некого человека, жившего в Киеве и находившегося под влиянием идей Рабиновича. Итак, какая же была идея Рабиновича, вы помните? Ешоа, Ахину, Ешоа наш брат, ключи от Израиля находятся в руках Мессии Ешоа, и одно из таких самых важных вещей, евреи, верующие в Ешоа, не перестает быть евреем. Евреи, верующие в Ешоа, нуждаются в собрании братьев, то есть должны быть мессианские общины, еврейские и христианские общины, в котором евреи, верующие в Мессию, могут открыто и свободно исповедовать свою веру, независимо от других церквей, других людей, то есть это была сильная идея. И давайте мы рассмотрим служение и проекты, которые проводил Рабинович. То есть можно Рабиновича учить всю неделю, можно разбирать все, что происходило там. Но самое важное, что мы должны увидеть, что он стал ключевой фигурой дальнейшего движения, он стал ориентиром, он стал тем человеком, на кого обращали внимание, на кого просто указывали и говорили, это Рабинович, он делал вот так и вот так, и мы будем делать вот так и вот так, потому что так делал Рабинович. Его заявления, они были революционны для тех времен. Итак, что же делал он? Субботние бакослушения, то есть он проводил служения в Шаббат, он проводил их вуд утром, или в пятницу вечером, и в субботу утром, да? То есть смотрите, очень интересно, он проводил служения на Песах и Шаббат, то есть не просто на Пасху, христианскую Пасху, а на еврейский Песах. И мы дальше поговорим о другом, ну что же он делал на этом еврейском Песахе? Еженедельные встречи на дому, то есть по изучениям Нового Завета. Среди недели они встречались группами и изучали Новый Завет. То есть они читали его, они размышляли, что же в нем написано, о чем там написано. Посмотрите, очень похоже на нашу жизнь, да? Он совершал миссионерские поездки, то есть он не сидел на одном месте, он ездил по миру. То есть его приглашали в разные церкви, его приглашали в разные страны, где он проповедовал, где он учил, где он раскрывал свои мысли, где он выступал перед неверующими евреями. И как один сказал, когда он был в поездке в Америку, один из журналистов я увидел перед собой ветхозаветного пророка, который вещал в силе и славе, который раскрывал Бога так, как, скажем, пророк Исаия. Итак, давайте мы посмотрим дальше. Он писал трактаты, в которых раскрывал свою веру в Ишуа для неверующих евреев. То есть он делился своей верой, он писал то, что он верит. И это было очень важно, потому что в то время не было интернета, не было телевидения. И для многих евреев вот эта продукция, эти листовочки, эти буклетики, они становились важным таким процпорьем для многих и началом их покаяния, их жизни в Ишуа Мессии. Он написал книгу «Иисус из Назарета, царь Иудейский». То есть, посмотрите, очень-очень интересно, потому что, помните, Александр Минь тоже написал книгу «Сын человеческий». То есть у евреев есть дар писать, дар творить, дар вылаживать на бумаге свои мысли. И эта книга была очень интересна в том, что он проследил весь путь от царя Давида до Ишуа, и он показал через мессианские пророчества, что Ишуа — он царь иудейский. Помните, когда-то было для меня откровением, мы говорим, он Господь, он Спаситель, он друг, но он и царь иудейский. На Голгофском кресте была надпись «Царь иудейский». Очень часто говорят, люди не обращают внимания на эту табличку, но эта табличка говорит, кто он, царь иудейский, он царь евреев, который пришел в этот мир, который, как Мессия, который пришел к своему народу, чтобы явить им прощение грехов, чтобы явить им единство с Отцом. И потом это знание, эта мудрость, это откровение распространилось по всей земле, чтобы другие народы присоединились к этому. Следующий момент. Смотрите, он составил мессианский седур, сборник молитв, и масхор. Масхор — это праздничные молитвы на Йом-Кипур, на другие праздники, а также мессианскую пасхальную новогоду. Вы знаете, да? Помните, что у нас есть Песах, и на Песах проходит что? Пасхальный седр. Каждый раз мы садимся, есть определенный порядок еды, чаши, и мы говорим, что вот эта чаша символизирует вот это, вот эта чаша вот это, это вот это. Мы вспоминаем историю исхода, как Господь убил Израиль из рабства египетского, и то же самое сделал наш уважаемый Иосиф Давидович Рабинович. Он составил пасхальную агоду, где каждая чаша символизировала определенного персонажа. Он говорил, что первая чаша — это Авраам, вторая — это Давид. И потом он говорил, что вот это чаша Мессии, это чаша Ешуа, чаша того, кто совершил великий исход. И вот через эту всю пасхальную году он показывал не только выход из Египта, он показывал выход из рабства греха, из рабства мертвой традиции в жизнь. Итак, следующее, что сделал Иосиф Давидович, он перевел Новый Завет на Идыш. То есть, помните, мы говорили, что миссионеры, они миссионеры, новые вот эти шляхи, эти еврейские христианские миссии, они говорили с людьми на понятном им языке, да. И вот одна из этих самых важных вещей, они переводили Писание, Священное Писание на язык народов. То есть, они перевели Новый Завет на Идыш и на Иврит. И вот Рабинович был тем, кто перевел, перевел Новый Завет на Иврит. И это очень, очень важно, потому что важно читать Писание, конечно, на языке, на который ты понимаешь. И был последний проект, который они хотели сделать, это был проект на железных дорогах. Вы знаете, что вот эта протяженная Российская империя была большая, слишком большая, большая очень. И они предлагали, он хотел сделать так, что железнодорожный вагон, купить железнодорожные вагоны, оборудовать их как места, где живут миссионеры, где живут шляхи, посланники, потом зал для встреч и библиотека. И вот, например, поезд приходит на какую-то станцию, отцепляется вагон, остается на какое-то время, и они начинают проповедовать живущим евреям этого города. К ним приходят люди, они имеют общение, они продают им Библии, они продают им Новые Заветы, и таким образом они начинают работать. И очень важный момент, который я хотел бы ответить, проект, который не состоялся, он хотел в дальнейшем, Рабинович хотел переехать в Израиль, он хотел переехать в Иерусалим, где хотел открыть школу для молодых евреев, христиан, которые уверовали в Ишу, чтобы снарядить их для служения евреям. То есть он понимал, что, к сожалению, он понимал, но он так и не воплотил это в жизнь, что каждое течение, каждое движение, независимо от работоспособности лидера, нуждается в продолжении. И он хотел, чтобы евреи, которые уверовали в Ишу, они учились именно в еврейском, в еврейской контексте Нового Завета, они снаряжались для этого служения, и они ехали и несли Евангелие евреям. Он мечтал о такой школе, но, к сожалению, у него не получилось это. Смотрите. Смотрите, что мы уже говорили, что он, ну, мы можем говорить еще и много, но просто у нас уже нет времени об этом. Мы должны увидеть просто человека великого посвящения. Мне кажется, за такое небольшое время он сделал столько много для, вообще, для дела служения еврейскому народу. И он встречался с Эцкаком Линкенштейном, Дэвидом Бароном, Францем Деличем, Дуайтом Муди. Его проповеди и статьи оказали влияние на понимание еврейского вопроса в христианских протестантских церквях Европы и Америки. И он говорил так. «Они совершенно забыли, что их Божественный Спаситель был братом Израиля по плоти, и что выкуп за грехи состоял в крови Сима. Именно эта кровь выпьет с креста, предполагая прещение для нас, евреев. Поэтому в наши темные времена необходимо напомнить таким людям о том, что Иисус наш брат по плоти. Они должны увидеть кровь и пройти мимо домов детей Израиля, семитов, а не входить в них и уничтожать наследие Израиля». Иосиф Рабинович, письмо анонимному корреспонденту в США, 1885 год. В 1899 году Иосиф Давидович Рабинович умер от малярии. К сожалению, спустя какое-то время та работа, которую начал он, потихоньку стала прекращаться. Все было вызвано с тем, что у него не было преемника. Его сын Петр, он умер. Он умер от холеры в Одессе. Он тоже был миссионером. Он поехал в Одессу пастору Гурланду, с которым мы встретимся в истории с Розенбергом. И он умер просто. И его зять, Иосиф Аксельрут, который тоже был хорошим, он был миссионером, он тоже, к сожалению, умер. И получилась такая картина, что не было продолжателя дела Рабиновича. То есть пытались, приезжали какие-то миссионеры. Но в 1903 году в Кишиневе прошел еврейский погром, страшный погром. И для многих вот это начало, начаток вот этого был просто разрушен. Потому что евреи опять как бы увидели, что во имя Христа их просто убивали. Ну, вы знаете, пессимизма никакого. Почему? Потому что все равно служение продолжалось. Несмотря на это, все равно все это время продолжалось какое-то, было движение, было продолжение этого служения. Приезжали какие-то евреи, христиане, которые там проповедовали, собирали небольшие группы. И в 1913 году туда, в Кишинев, приехал Розенберг, Леон Розенберг, который был в Одессе, миссианская община. Но, к сожалению, ему не дали разрешения на постоянное, проведение постоянных богослужений. И поэтому работу, как бы, он передал эту работу баптистам, баптистской церкви, которая была в то время уже в Кишиневе. И они продолжили работу среди евреев. И только с 1921 года, когда брат, Леон, Авербух, из Одессы, сообщил, что он из Уцка, родом из Уцка. И потом он был в команде Леона Розенберга, он был миссионером от миссии Милдмей для евреев. Он попал в Кишинев. И вот с этого, как мы можем назвать, ренессанс, восстановление миссианского движения. И до 1938 года, даже до 1941 года община существовала, продолжала существовать. Она называлась Вифиль, Бетель. И это было, конечно, благословение. Благословение для евреев Бессарабии, потому что не только в Кишиневе, но и в других городках Бессарабии эта община начинала служение для евреев. Они проводили даже конференции. Насколько я помню, и дело не прекратилось. То есть, то, что делал Иосиф Рабинович, оно имеет последствия сегодня. Мы видим сегодня много-много миссианских общин по всему миру. И это его наследие. Именно с первой миссианской общины, которую зарегистрировали, официально признали, и считается, что начинается история современного миссианского движения в нашем понимании. Хотя я заявил, что 1809 год. Мы должны видеть неразрывную вот эту традицию. христианские церкви, в которых открывается понимание Израиля, они начинают слушать евреям, потом образуются еврейские христианские миссии, в которых уже в будущем в которые вливаются евреи-христиане, потом они начинают миссианские общины, начинают церкви, и в будущем это движение распространяется дальше и дальше. И сегодня в мире насчитывается, говорят, до полмиллиона миссианских евреев. И слава Богу, эти общины есть и в Израиле, они есть здесь у нас на Украине, они есть в Молдове, в Кишиневе. И служение продолжается. И то, что вот казалось бы угасло, Рабинович еще не стало, и движение потихонечку стало угасать, на самом деле оно не угасало, оно просто укоренялось. он был человеком, с которого все началось. И поэтому перерыв. Редактор субтитров А.Семкин